Блохер, как вы, наверное, уже догадались, значит блогер. Это из современного сленга. Типа того, что блохер – это тот, кто ловит информационный блох. В целом, не глупо, в чем-то даже образно. Не Николай Семенович Лисков с его легендарной подкованной блохой, но хоть что-то. Собирательная форма от блохер, пардон, блохерня. Меня. Современный сленг вообще довольно жесткий. Он меня этим даже чем-то отчасти радует. Всякой английской лабуды в нем все меньше и меньше. Она, эта лабуда, уходит куда-то в чисто профессиональное гетто информационщиков, менеджеров и прочих непроизвольных жертв мирового глобализма. А обычная молодежь все больше говорит по-русски. Правда, матерятся паразиты. Но, надо признаться, не только. На хорошем творческом русском тоже говорят. Как могут. Сейчас все без исключения юные особи хотят стать блогерами. Не исключение, тавтологиево мужчина, и мой сын Вася. Вася 13 лет. Он не просто хочет стать блогером. Он твердо уверен, что уже им стал. Причем очень известным. Еще бы. У него целых 6 подписчиков. А именно, мама, я, дедушка. А также три его одноклассника. Сережа Утренос, Павлик Зябликов и Анжела Магазинер. Васян Блок называется «Адская мина». Мама, я и дедушка. Мы ничем особо не выделяемся. Обычная, здесь и далее из молодежного фольклора, постные крекеры. Или так, рабы асфальта. Последние же три персонажа – личности выдающиеся. Небесные кексы. Сережа Утренос – легенда школы. Когда его перевели год назад из Подмосковья в 6 класс Д Московской школы, классный руководитель Эльвира Алишеровна представила Сережу классу так. Ребята, познакомьтесь, это наш новый ученик Сережа Утренос. Всеобщий затяжной хохот. Потом изможденная тишина. Эльвира Алишеровна в некоторой растерянности. Это было ее первое в жизни классное руководство. Сережа, расскажи нам, пожалуйста, о себе. Сережа, после угрожающей паузы с нарочатым утиранием носа, предупреждаю, если кто-нибудь обзовет меня соплей, убью. После этого никто никогда Сережу никак не обзывал. Сережа открыл свой блог, который называется «Серый воин». У него целых четыре подписчика. Его мама, папы у Сережи нет, Павлик, Анжела и мой сын, Вася. Павлик Зябликов, мальчик, явно предрасположенный к полноте и одновременно к безбрежной доброте, к седьмому классу солидно растолстел. Одноклассник Павлика, хулиган Сеня Федорчук, «А чего ты, Павлик, такой толстый? Пожрать, что ли, любишь, жирторг?» Павлик, расплываясь в неотразимой улыбке, «Я не толстый, я распространенный». Как раз в это время на уроке русского языка ребята проходили тему «Распространенное предложение». Именно так и стал именоваться Павлик Зябликов. Распространенное предложение. Он тоже открыл свой блог «Супер Смайлик». Целых восемь подписчиков. Анжела Магазинер славится тем, что очень любит все покупать, продавать и выменивать. У нее тоже есть блог. Называется «Ангельский Магазин». Подписчиков целых двенадцать. В силу прочной экономической основы интернет-проекта. Все предели. Кроме меня. У меня и подписчиков-то нет. Потому что нет блога, канала. Вася мне. Несчастный ты, пап, как чипс в канализации. Почему это? Потому что ты не блогер. Это уж точно. Я не блогер. А хочешь, пап, я тебе канал открою. Зачем? Чтоб подписчики лайки ставили. Зачем? Ну ты, пап, и зачем-ка. Кстати, хорошее название для канала «Адский зачем-ка». Хочешь быть адской зачем-кой? А может, действительно стать адской зачем-кой? Или роковой почемучкой. Тем более, что я ею всю сознательную жизнь и являюсь. Этот рассказ написан 20 сентября 2024 года. Рассказ «Ох уж эти Блохеры». Автор профессор МГУ Владимир Иллистратов. Переводчик, поэт, прозаик, эссеист, публицист. Он автор сборников юмористических рассказов «Тю» или «Рассказы российского туриста» 2008 год. «Ничего не скажу» 2023 год, сборника прозы «Леди.ру» 2017 год, поэтических сборников «Московский водолей», поэту «Сторону стикса», «Духи мест». Печатался в журналах «Знамя», «Октябрь», «Нева», «Звезда», «Поляна», «Дружба народов», «Наука и жизнь», «Аи в путешествия», «Аэрофлот» и других. Постоянный автор газеты «Моя семья». А также Владимир Иллистратов публикует свои рассказы на сайте «Про Зару». Ссылка на его страничку. Там рассказов более 200. Из этих 200 рассказов 90 озвучены мной. Их можно прослушать на канале «Веб-Рассказ» в плейлисте «Владимир Иллистратов.Рассказы» и скриншот плейлиста. На этом все. Всего хорошего. Юрий Шатохин. Канал «Веб-Рассказ. Новосибирск». Все ссылки, как обычно, я дам в описании под этим видео и в комментариях. До свидания.